Это программа «День с толком» Сокращение на Михайловском заводе химреактивов. Что планируют делать власти края? Бесплатные катки по всему Барнаулу, даже на центральных улицах. 15-летие Алтайской Федерации каратэ отметили борьбой всей России. 146 барнаульских автобусов в новом году изменят свои маршруты. Это связано с закрытием старого моста на продолжительный ремонт с 5 января до ноября 2021 года. Изначально планировалась работа, может быть, в декабре их закрывать, но было принято закрытие в течение новогодних праздников, для того, чтобы люди смогли, скажем так, в начале, в основном движения новогодних праздников, там 1, 2, 3 число им воспользоваться. 22 общественных маршрута пойдут по новому мосту, закроют и один из трех железнодорожных путей, но пассажирские поезда и электрички будут ходить по расписанию. Сейчас на мосту прокладывают освещение для будущих работ. Уже в январе там заменят 700 железобетонных плит на ортотропные, потом приступят к замене почти 200 эстакад. Работами занимается Барнаульская ДСУ номер 4. На ремонт было выделено более миллиарда рублей из федерального бюджета. Краевое министерство промышленности и энергетики планирует уменьшить число сокращений на градообразующем предприятии Михайловского района, заводе химреактивов. По официальной версии это происходит из-за падения спроса. Речь идет об освобождении сразу 60 мест. В ведомстве края надеются, что окончательным числом сокращенных станет все-таки 30. Мы же планируем наоборот процедуру как минимум тянуть хотя бы на полгода. То есть те первые 30, они будут сокращены, этот процесс уже окончательный. А вот по вторым партиям 30 человек мы еще работаем, чтобы хотя бы опережающим темпом получить сегодня заказы с алтайских предприятий, которые имеют потребность в продукции, но как правило уже во второй половине года. С тем, чтобы уже в первом квартале попробовать предприятие загрузить. В Краевом министерстве объяснили, что завод оптимизирует вслед за покупательской потребностью. Производство удобрений – главное направление, не обеспечивает загрузку всего персонала. Хотя продукцию продают и в соседней республике. Тем не менее, пока сохраняются все основные производства предприятия, к решению проблемы подключился Край. Добавим, Михайловский завод химреактивов – один из старейших в России, ему 91 год. Кроме удобрений он выпускает фармацевтические субстанции, пищевые добавки, технические продукции. А между тем, на администрацию Михайловского района возбуждено уголовное дело по статье «Халадность». Власти сдали в аренду предпринимателей участок под мусорный полигон, а в 2012-м тот самовольно захватил дополнительную площадь. Эти земли оказались сельскохозяйственными, 6 лет там размещали химические отходы, ущерб от загрязнения оценен в 170 миллионов рублей. Эту сумму по постановлению суда возместит предприниматель, но вопросы следователей есть и к властям. Ведь о нарушении предпринимателя они знали, но бездействовали. 30 километров труб отопления заменили в текущем сезоне в Барнауле. Таковы итоги первого года масштабной модернизации тепловых сетей, проводимого с сибирской генерирующей компанией. Почему при этом трубы продолжают рваться и что с этим делать, выясняли сегодня на круглом столе, за которым собрались энергетики, депутаты и представители управляющих компаний, рассказывает Илья Кочетков. Больше половины тепловых сетей Барнаула полностью отработали свой ресурс. Это почти 700 километров труб разного диаметра, которые могут порваться в любой момент и рвутся. 2019-й стал своего рода рекордсменом. Еще до начала отопительного сезона обнаружили и устранили более чем на 30% больше повреждений, чем в прошлом году. И дальше, если ничего не делать, будет больше. Поэтому, считают ФСГК, программу обновления тепловых сетей очень вовремя начали на год раньше запланированного. Наряду с модернизацией котельных и прочими работами в этом году заменили рекордные 30 километров труб. В следующем году планируют столько же, плюс ремонт 46 тепловых пунктов. Не меньше наша болячка, это центральный тепловый пункт, где по нашим оценкам процент износа выше 90. Ремонт теплосетей – это еще и часто неудобство для горожан. В следующем сезоне энергетики пообещали лучше координировать работу с дорожными и другими городскими службами, чтобы выполнять работы быстрее и эффективнее. Со своей стороны, барнаульские депутаты в этом сезоне также контролировали процесс. Хочется сказать, что на начальном этапе недостаточно было культуры, наверное, работ, которые выполнялись. Где-то не всегда было огорожено, где-то не было паспорта объекта. Но хочу поблагодарить Александра Александровича, как руководителя этого направления, что мы слышали друг друга, мы пришли к общему знаменателю. Все участники «Круглого стола» также отметили, что очень важно следить за реакцией горожан и своевременно реагировать на критику, которая появляется, например, в социальных сетях. Планируют также лучше информировать барнаульцев о проводимых работах через мессенджеры и смс. По всему Барнаулу открылись бесплатные катки. С наступлением декабрьской оттепели многие жители города почувствовали себя фигуристами из-за гололеда. Люди падают и получают травмы. А вот наш корреспондент Валентина Аскерова попыталась пройти по одной из таких улиц. Это остановка Дом Союза, практически центр города. Тем не менее, на протяжении нескольких дней здесь настоящий каток. Снег растаял, здесь образовался тонкий слой льда, который практически незаметен. Кажется, что идешь по асфальту. Только при мне здесь вчера подскользнулись и упали несколько человек. Люди оказали, конечно, им помощь. Сегодня картина абсолютно не изменилась. Здесь все так же дико скользко, несмотря на то, что это крупная остановка и людей здесь всегда много. Скажите, здесь очень скользко, как вы думаете? Ну, я думаю, очень скользко. Вам здесь не страшно ходить? Очень даже, очень. Прямо сердце дрожит. Видите, как иду? А мне-то что, 80 лет, как идти? Без палочки хожу. Очень скользко. Особенно вот та половина, где возле огонька прежнего, Марьера. Сейчас очень скользко идти невозможно. Мы чуть не упали. Нормально, что не посыпают? Нет, не нормально. Я думаю, что надо лучше работать люди, те, кто за это отвечает. Переходим к другой теме. 200 детей и взрослых на ковре. Марнал принял всероссийский турнир по косике каратэ или по-другому – контактного каратэ. Масштабное состязание было посвящено 15-летию Федерации этого вида спорта. На состязаниях побывала моя коллега Дарья Демиллер. От мала до велика. И все дерутся. На всероссийский турнир среди клубов «Алтай Оупен» съехались две сотни спортсменов из 11 регионов. И посвящен он 15-летию Федерации косики каратэ в Алтайском крае. Те друзья, которые на протяжении с нами 15 лет, они все приехали, привезли своих спортсменов. Многие начинали на этих соревнованиях и уже сейчас являются тренерами. Уже привозят свои команды, причем отдельными клубами. То есть такое интересное знаковое событие для мира спорта нашего Алтайского региона. Для этого знакового события сделали специальные медали. Такие теперь есть только у участников турнира. Всего подготовлено 46 комплектов наград. Но даже победа – не повод расслабляться. Да, мог бы лучше. Соперник ко мне близко подходил. Я мог с этого сыграть на нем. На своем поле мог сыграть. Но не получилось. Не хватило смекалки. Это не просто какой-то показ, что ты лучший. Соревнование, во-первых, это опыт. И у каждого спортсмена тут есть свой опыт. Не важен пояс, не важно, сколько ты занимаешься. То есть человек может заниматься всю жизнь этим спортом и ничего не умеет. Такую картину можно наблюдать у каждого татами. Так тренеры помогают спортсменам победить в схватке. Задача, конечно, и поддержки, и осмотреть со стороны какие-то технические моменты, которые можно подсказать спортсмену в течение боя, чтобы он лучше себя показал. В этом поединке победу одержал шахов Арсений спортивный клуб «Бусидо» в городе Красноярске. На турнире, конечно, дежурит врач. Косики каратэ – это контактный вид спорта. Травм не избежать. За один день соревнований карета скорой помощи, как правило, забирает не меньше пяти спортсменов. С переломами и ушибами. У меня два пацана выступают. Вот один уже выступил. Вот сейчас, в данный момент, его, видите, озвучивают, то, что он победил в этом бою. Какие чувства испытываете по этому поводу? Нервы. Просто нервы. Мурашки, мандраж. Всегда такой. На таких турнирах, как этот, обычно обкатывают новичков или готовятся к серьезным состязаниям. А потом снова. Нервы и мурашки. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.